приветствую вас дорогие зрители на моем канале youtube продолжает самоизоляция большая просьба не выходить на улицу лишний раз и поэтому я вернулась к своей хлебопечки сегодня мы попробуем сделать хлеб в домашних условиях потому что у многих моих знакомых почему-то не получается хочу поделиться своим секретом у меня вот такая хлебопечка panasonic она может быть разная но принцип мне кажется все-таки один и тот же сначала мы поставим лопатку для перемешивания муки это необходимо чтобы измерить нужное количество ингредиентов вот такие дрожжи я использую для моего хлеба дрожжей я беру полторы мерки распределяю их по дну хочу заметить что очень важна последователь ингредиентов далее я насыпаю сахар одну мерную ложку сахар является питанием для дрожжей мука самая обычная 400 грамм теперь важная деталь муку нужно разровнять и утрамбовать очень важно получается примерно вот так следующее у нас идет подсолнечное масло 1 мерная ложка или 1 мерка следующий у нас идет вода 260 миллилитров вода желательно либо кипяченая либо бутилированы ни в коем случае из-под крана нельзя использовать как там другие ингредиенты находятся очень 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 аккуратно последний это соль важно чтобы соль была самом конце 1 мерная ложка для одномерка тоже распределяем по всей поверхности а теперь отправляем это в нашу хлебопечку очень аккуратно не расплескивая выбираем программу должно стоять на основном потому что здесь есть разные другие эти французские так далее нам нужно основной режим у нас есть вот этот вот этот нам нужен бейк размер у меня м корочка можно светлую можно темная выбираю темную таймер это для того чтобы отложить на определенное время проверяем основной бейк темная корочка четыре часа будет выпекаться наш хлеб и теперь старт встретимся через четыре часа эти четыре часа ни в коем случае нельзя не открывать не смотреть вот как он стоит так и должны стоять и так прошло четыре часа хлебопечка издала звук о том что закончилось ее миссия можно отключить посмотрим что же получилось вот такой хлеб мы имеем внутри обязательно нужно вынуть из формы и дать хлебу остыть тогда он будет намного вкуснее чем сейчас мы видим с вами конечный результат надеюсь у вас получится тоже хлеб пишите в комментариях пекете ли вы сейчас хлеб либо печках может быть в печках или в духовках получается ли у вас и любите ли вы домашний хлеб мы просто обожаем его он очень вкусный аромат от него сейчас просто божественно идет фото разрезанного хлеба будет позже обязательно смотрите эти фото в инстаграме они будут там а на этом я заканчиваю свое видео спасибо что посмотрели ставьте лайк и приходите еще обязательно на следующее видео я вас всех жду на этом все пока пока